На этой неделе в федеральном парламенте слушали отчет главы Центробанка. Депутаты из фракции «Справедливая Россия» раскритиковали действия ведомства Эльвиры Набиулиной. Особенно много вопросов вызвали методы регулятора по борьбе с инфляцией. Всеобщее подорожание сдерживают примитивным повышением ставки банковского кредита. Вы все-таки кроме работы со ставкой, повышая или понижая ее, вы какие еще методы планируете применять для того, чтобы реально остановить инфляцию в крайне монополизированной экономике, такой как Россия. Как считают депутаты, подорожание кредита не только не оздоравливает экономику, но и убивает мелкий и средний бизнес, лишает предпринимателей и граждан доступа к денежным ресурсам и в конце концов укрепляет монопольное положение компаний-гигантов. Но в ЦБ от претензий открестились. Развивать конкуренцию, видимо, не их дело. Да, у нас не везде, мягко так скажем, достаточный уровень конкуренции. Там, где есть конкуренция, мы видим, сразу эффекты возникают. Но мерами денежно-кредитной политики мы недостаток конкуренции не исправим. Несмотря на критику, отчет главы ЦБ получился бодрым. Эльвира Набиулина заявила, что российская экономика уже оправилась от кризиса, связанного с пандемией. Показатели вытянул финансовый сектор. Банкиры, страховщики и биржевые спекулянты стали богаче на 8 триллионов рублей. При этом 7 триллионов они получили из бюджета страны. Теперь давайте посмотрим, граждане, как заработали у нас что-то в прошлом году. Да нет, доходы граждан упали. Экономика у нас как? Тоже, наверное, вверх поперла? Да нет. Падение экономики-то у нас. А финансовый сектор у нас в шоколаде. Правильно, очень хорошо регулирование у нас построено. Наша фракция не будет голосовать за утверждение отчета ЦБ. Как отметил депутат Госдумы Валерий Гартунг, вытаскивать российскую экономику из кризиса нужно совместными усилиями. Центробанк и правительство должны бороться с утечкой ресурсов и капиталов за границу, а также развивать конкуренцию внутри страны. Но пока правительство своими решениями только разгоняет инфляцию, а ЦБ только создает видимость борьбы с ней. Иван Абросимов, 31 канал.